привет я очень рад тебя видеть вообще невероятно спасибо тебе огромное что согласилась у меня будет небольшой дисклеймер точнее будет несколько первое я сразу хочу всем сказать что я к тебе очень хорошо отношусь возможно это будет ну по определенным образом играть роль в нашем диалоге очень люблю да я буду придет причем 1 2 дисклеймер наверное в этом стоит признаться самом начале на я до знакомства с тобой и чуть-чуть до сих пор очень плохо отношусь к психологам началось это наверное в детстве в школе потому что после того как я закончил школу те кто хорошо учились у меня в классе они поступили на медиков те кто так себе учились на юристов и как я на ветеринарного врача а те кто учились из рук он плохо они все пошли на психологов учиться да и у меня было несколько опыта в жизни общением с психологами я ходил за помощью и к нам в клинику приезжал человек который назывался психологом по конфликтам конфликтологом и у меня не сложилось с этими людьми поэтому даже когда первый раз тебя увидел когда мы с тобой познакомились честно говоря изначально был очень предвзят я считал что ты шарлатан мое мнение изменилось скажем так она изменилась по отношению к тебе поэтому возможно где-то будут проскакивать какие-нибудь вещи неприятные по отношению или не обижайся пожалуйста по отношению к специальности к специальности психолога но я попробую развеять если смогу круть первый вопрос на мне как человеку который родился в кишиневе и попал в санкт-петербург долгими путями я знаю что ты родилась в баку во первых там ли прошло твое детство и как ты попала в результате в россию мое детство полностью прошло в баку до 17 лет то есть ты жила в азербайджане я жила в азербайджане у меня отец азербайджанец у меня бабушка иранка ого мой дедушка по отцу имел мини гарем из пяти жен угол до бабку мою он украл скача на коне или как там этот глагол называется да ну прям у меня у родителей брак скорее мезальянс такой с одной стороны у меня русские люди вообще из-под там бова мама ну бабушка и это семья интеллигентов все педагоги а это фортепиано фамильная подписная библиотека стол с бахромой люстра вот эти знаешь немецкие там какие-то статуэтки балерины на фортепиано хрусталь а с другой стороны это азербайджанская семья такая причем бабушка знала фарси да дед был достаточно жестким человеком называл он меня рус волосы это что значит русский ребенок да и ну бабушка у меня была неграмотная она расписывалась крестиком и научили крестиком расписываться но при этом у нее было шесть детей и одного ребенка она еще воспитывала от старшей жены деда то есть это был седьмой ребенок и всю жизнь он называл папа мамы и в общем то эта семья как у меня вот так такие два направления в семейной системе дикулярные вообще до не пересекающиеся но мои родители встретились поженились я старший ребенок в семье и я от обеих семей взяла очень многое я кстати азербайджанской семье вот этому роду своему этому ответвлению родовому я очень благодарна за многие вещи ты бываешь в баку сейчас на каждый год каждый год туда ездишь у меня папа там живет до 17 лет жила в баку а дальше я закончила школу там баку и я собиралась поступать не на психолога я собиралась поступать на художественную графику я хорошо рисовала мечтала быть художницей вот вообще не реализованная история для меня и когда я заканчивал 10 класс началась карабахская война начался сумгаид у нас вели чрезвычайное положение комендантский час и в связи с этим совсем стали национализироваться учебные заведения и закрыли русские секторы и вузе в которым я как раз собиралась поступать на художественную графику мне сказали о том что есть только азербайджанский сектор учиться надо было на гражданском я не настолько хорошо его знаю для того чтобы прям вот углубиться в учебу на этом языке потому что мой родной язык русский поэтому вот пришлось выбирать и в общем-то было принято решение уехать в россию я уехала в астрахань потому что там были знакомые и родственники которые могли за мной приглядывать 17 лет уехала после 10 класса это получается 17 18 да вот так да я уехала из дома и больше туда не вернулась почему педагогический вуз а я пыталась поступить художественную графику на художественную графику но когда я приехала в астрахань я поняла что художественной графики нет просто не было не просто не было и я помню что я заказала переговоры тогда не было мобильных позвонил маме и сказала слушай ну я рассматриваю три факультета потому что ну вот нет ничего она гайд все равно закрепись там не возвращайся сюда потому что здесь все очень сложно. В Баку тогда было очень страшно, сложно, тяжело, непонятно. Ну и сказала так маме, что есть русский язык литературы. И она сказала, что слушай, у тебя бабушка заслуженный учитель, у меня бабушка филолог-словесник. Она сказала, иди. Ну и я поступила. В общем-то, не особо желая, просто тогда, когда я заканчивала школу в Баку, было очень важным, чтобы ты закончил. Да, ты закончил и поступил в ВУЗ. Высшее образование было крайне важно, это было престижно. Было стыдно признаться, что ты не прошел. Это мыссолилось во всех дворах, во всех семьях, что вот того дочь не поступила. Знаешь, вот эти все вещи. Я радовалась, что поступила. Ты хорошо училась? Всегда, да. То есть даже выбрав в ВУЗ, просто потому что надо куда-то поступить, ты все равно хорошо училась? Я выбрала русский язык литературу, а у меня бабушка педагог, то есть все к бабушке на блины, а Эльмира к бабушке на диктант все детство, понимаешь? То есть у меня все правила русского языка, все отскакивал от зубов. И литература, понимаешь, ну это не договориться с бабушкой, если что-то не прочитаешь, и потом на это не напишешь сочинение согласно критику. Ты работала преподавателем? Ни разу. То есть ты не так и не пишла? Я еще в институте поняла, что я не буду. Ты грамотно пишешь? Ты знаешь, сейчас я, наверное, хуже пишу. Раньше, да, я очень грамотно писала. Сейчас как-то это вот куда-то делать. Я могу сделать какие-то механические ошибки, которые, кстати, и на которые я потом обращаю внимание, и вообще не понимаю, как это произошло. Насколько важно писать грамотно, в принципе, на твой взгляд? Я считаю, грамотно нужно писать. Вокруг меня есть большое количество ветеринарных врачей, которые пишут неграмотно и говорят две точки зрения. Первая, ну, точнее, их три. Первая точка зрения, что нужно писать грамотно, и все остальное не считается. Вторая точка зрения, что важно быть хорошим специалистом, а уж как ты это написал, неважно. И третья, это ж модная, связанная с дислексией дисграфией, что это все болезни, и все... При этом я... У меня мама, учитель русского литературы, я пишу ужасно безграмотно, но я очень плохо отношусь к людям, которые пишут безграмотно. Я считаю, что это определенного рода неуважение. Ну, то есть... К языку. К языку и к оппоненту. Ну, то есть, если ты что-то написал, будь добр это проверить, для того, чтобы тот, кто будет это потом после тебя читать, чтобы он не натыкался на твои ошибки. Как ты к этому относишься? Интересный такой вопрос ты задал, между прочим. Вот раньше я бы на него ответила категорично. Писать надо грамотно. Это правда было в моем понимании уважение к языку, к своей культуре. Это уважение к предкам, которые разговаривали на этом языке. Речь — это производное мышление, как вербальное, ну, как устное, так и письменное, да? И это, по сути, ну, то есть, по тому, как ты пишешь, можно понять, как ты мыслишь. Да? Вот. Для меня это важно. Наверное, я сквозь, ну, мы же все смотрим сквозь призму своего, да, своих систем и ценностей. И меня всегда приучали, что надо писать правильно, надо пунктуация, красная строка, заглавная буква, депричастный оборот, водные слова. Ну, это все, вот, то есть, ты же живешь в этом. И я бы категорично ответила «да». Писать достойный человек, если он зрелый, если он хочет себя уважать, если он хочет, да, определенным образом заявить о себе миру, он должен писать грамотно, он должен много читать, развивать свою речь. Это важно. И речь должна быть не фекальной, она должна быть красивой, потому что в нашем языке много слов красивых и оборота красивого. И когда я слышу красивую речь, я восхищаюсь до сих пор. Сейчас я не могу сказать так категорично, потому что я принимаю любую письменность. Наверное, это вот психологическое образование помогло принять любую картину мира. Как ты считаешь, литература – это предмет? Ну, вот, важно ли в школе проходить литературу? Это больной вопрос. Ничего себе. Но у меня же еще и двое детей закончили школу. И я сама закончила школу. И я была просто очень примерным ребенком. У меня по материнской линии доминантный женский род. То есть все женщины – товарищи генералы. Сопротивление бесполезно. И поэтому, конечно, я читала. Но я вот не помню, чтобы у меня было желание читать именно согласно школьной программе. Ну, нет. Первое. Второе. Я точно теперь знаю, что те произведения, которые даются в школьной программе, но они просто не к месту и не к возрасту. И я знаю огромное количество людей, которые тогда настолько не поняли это произведение, что у них напрочь отшибло желание вообще читать. и перечитывать, и перечитывать, возможно, эту классику, понимаешь? Хотя знаю и тех, кто перечитал все-таки. Но Камолов мне сказал, что, слушай, я в машине переслушал всю классику, и я для себя ее заново открыл. Это очень круто, если человек к этому приходит. Я считаю, что наша система образования в целом надо пересматривать, не считая литературы. Но литература это тот предмет, к которому надо прививать любовь и приучать детей свой взгляд на это высказывать. Вот это должна быть, наверное, устная какая-то аудитория, когда ты вбрасываешь это произведение, и пусть каждый высказывается. Ну, такой интерактив. Дети приучаются смотреть, вытаскивать из этого что-то свое. Мы же все так делаем, по сути. Инсайты какие-то свои ловить, знаешь. У меня сын, он 26 лет, и он младший у меня. Поэтому я не знаю, как сейчас, на что похожа литература. У меня еще нет внуков в школе. Возможно, ее и пересмотрели. Я просто отстала от жизни. Но то, что было, когда учились мои дети, и то, что было, когда училась я, ну, нет. Немножечко нет. Мне повезло. У меня мама учитель русской литературы. Вам привет. Она хороший учитель, и поэтому меня очень похожи на отношения. Я приходил из школы, у меня была такая любимая забава, мы с другом приходили, значит, мама сидела на кухне, мы приходили и говорили, сегодня проходили поэтов Серебряного века, и нам учитель сказала вот это. И тут мама вставала, значит, держась за стол, читала нам лекцию на полтора часа, невероятно интересную. Вот таким образом я получал... Ой, мама, Абла, респект. Я так же, как Амолов, уже после школы перечитывал классику, не всю ее перечитал, но выделил для себя двух писателей, Тургенева и Достоевского, наверное, как любой там человек после школы, и в связи с этим вопрос к тебе, насколько русская литература и психология друг с другом связаны, потому что для меня это как раз Достоевский, это то, как не должно быть, Тургенев, это близко к здоровому, то есть скорее ты там видишь, как должно быть. Ну, отчасти я с тобой соглашусь, у меня похожая точка зрения, Достоевский отображает, мне кажется, целую эпоху и вообще культуру на генном уровне. Это культура депрессивная, такая мрачноватая и сквозь призму этой мрачности такая философская, глубинная, что когда я приезжаю за границу, мне говорят, Достоевский, лучше него нет, вы имеете Достоевского, да, мы имеем Достоевского и мы не улыбаемся, но хочется пошутить. Это вообще в геном вшито, это целое отображение ментальности, мне кажется, это крутая штука на самом деле, это даже не столько, это психология безусловно, то, что там описано, почему ты спрашиваешь только о русской литературе, вся литература о психологии. Так? Да, и современная литература, тебе попадает какой-то рассказик, просто, чтобы скоротать вечерок, допустим, да, и хорошо сладко заснуть, или там два часа полета выдержать, ты вдруг погружаешься в этот рассказ, потому что ты его там, ну, где-то нагуглил, и ты понимаешь, что этот рассказ, вот, он открыл скобки какой-то семейной системы, и ты прям там все видишь, как функционирует семейная система, все эти паттерны, треугольники, ты все это видишь, и бах, ну, один день одной семьи, допустим, ты прочитал, и ты прям, у тебя инсайт, о, это просто пособие, и фильмы, кинематография, это тоже все про психологию, то есть она везде вокруг нас, ну да, ну да, ну да, ну да, ну а ты психика, да, 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 лучший управленец Дона, это для меня было, это для меня было просто, ну, открытие, открытие, конечно, во-первых, что ты бизнес-вумен, а во-вторых, у меня сразу возник вопрос, понятное дело, что я человек, который родился и вырос в Молдове, в Кишиневе, это да простят те, кто меня слушает из Молдовы, страна процветающей коррупции, поэтому вопрос, ты ее получила заслуженно или ты знакома с нужными людьми? Нет, в том-то и дело, что для меня это вообще было удивительно, и когда мне позвонили из наградного комитета, я думала, что мне сейчас закажут значки наградные, и я уже приготовилась сказать, что нет, я не успею, потому что девушка начала с того, что я из наградного комитета, меня зовут так-то, и у нас, значит, назначена вот такая-то дата, и я слышу дату, ювелирное производство у меня было. давай остановимся немножко, ты получила эту награду, у тебя было ювелирное производство, ты его сама организовала? Да. То есть ты взяла после педагогического вуза? Нет, конечно же нет. Рассказывай. Нет, я вышла замуж за курсанта военного училища, родила ребенка, ну, то есть у нас была дочь, и когда он закончил четвертый курс военного училища в Санкт-Петербурге. То есть ты жила с ним в Санкт-Петербурге? Да, я потом перевелась на заочку, и мне пришлось, да. И я, его распределили в группу российских войск за Кавказией, город Белиси, аэродром Базиане, Грузия, Грузия, Баку, потом Питер. Подожди, сначала Институт Астрахань, потом Питер, потом Белиси. Да. Круто. И мы, ну, он пришел, отрапортовал, сказал, аэродром в Азиане, собирай вещи. Я почему-то очень обрадовалась, родители начали плакать, потому что в Грузии, это был девяносто четвертый год, в Грузии только закончилась война в 93-м году с Абхазии, и Тбилиси был, ну, такой еще, знаешь, почти дымящийся. В центре города были разбомбленные здания, погоревшие здания, то есть еще были следы войны. И мама, конечно, его, то есть моя свекровь лила горькие слезы, почему Грузия, почему так, господи, а я так обрадовалась, ну, потому что это близко к Азербайджану, это граница с Азербайджаном, я поняла, что я знаю эту ментальность и так далее, но у меня прозрение к аэропорту города Сочи, мы вылетали из Сочи, потому что он сам из Туапсе, муж, и вот аэропорт Сочи, это еще не тот аэропорт Сочи. Не Адлер еще? Это еще не, это Адлер. Но еще не тот аэропорт. Ну, не тот, вообще не тот. Да, там, по-моему, сарайчик был такой. Да, это прям-то вот такая конюшня, да, такая была очень уютная. И объявили, а я, чтоб ты понимал, я в джинсовых шортах, у меня была розовая майка с надписью Nike, у меня просто есть фотка памятная. У меня были кроссовки какие-то, я с хвостиками. И, соответственно, собирается очередь на посадку, и я вижу людей в черном. Женщин, седовласых, простоволосых, всех в черном. И у них были значки, у некоторых были несколько значков с портретами убитых. Это были такие лица, я, наверное, вот я сейчас говорю, у меня мурашки. Я, и вся очередь такая. И мы с ним, он тоже в спортивном костюме, курсант, да, вот уже офицер, он нам хорошо, нам, у нас приключения, и вдруг мы утыкаемся вот в эту очередь, и, знаешь, осознание приходило постепенно, куда мы едем. К нам подошел парень, очень хорошо одетый, такой модно, грузины умеют, они люди со вкусом. И он такой интересный парень подошел к нам и говорит, ребят, а вы тоже на Тбилиси летите? И он так на хорошем русском. Мы говорим, да, и мы вообще не понимаем, а что не видно? И он говорит, а вы едете, можно узнать, жить, там, служить? Ну, понимали же все, что там есть русские войска, российские. А я с таким вот прям залихватским говорю, да, нет, просто отдыхать, ну, в гости отдыхать. И он говорит, вы серьезно? Я говорю, да. Он говорит, вы больные? И он под конец дал свою визитку, выходя из самолета, и сказал, ребят, вот честно, я просто, у меня за вас, ну, как-то душа болит. Если вдруг вам понадобится помощь, вы останетесь там без чего-то, вам, ну, любая помощь, пожалуйста, позвоните мне. И да, это, это, это в этом вся Грузия, каждый помогает. И мы, когда прилетели в аэропорт Тбилиси, я вышла из самолета, я поняла, что я попала в другой мир, вообще, потому что свет был только на взлетной полосе, на посадочной. В аэропорту горели, горел свет, весь город темный, ты не понимаешь, куда ты едешь вообще. Там были знакомые родители моего мужа, они сказали, что ну вот одну ночь перед приездом переночуйте у них. Они знали, что мы должны приехать, у нас был только адрес, телефонов нет, мы говорим, нам нужен телефон, говорят, единственные телефоны, телефонная связь, это центральная переговорная пункта. На почте, да. И если там не будет света, ну, извините, но позвонить вы не сможете. Мы берем такси, мы едем по черным, городу, где вообще Тбилиси. Ну, вот давай коротко. Света нет. Потом свет начали давать по часам. Были районы, которые просто годами не видели свет. Отопления нет. Ты замерзаешь в квартире. Продуктов особо нет, потому что с границами тоже, с поставками было все сложно. люди разные. Кто-то узнавал, что я жена офицера и выяснял со мной отношения, говорил, ты жена оккупанта, я тебя не хочу. Но при этом потом эта же соседка, когда я забеременела вторым ребенком, и, извини, у меня был токсикоз жуткий, она приходила и мыла мне посуду, и готовила мне обед, и говорила, ой, вот прям, и делала все, давай ешь специально для тебя, с утра на рынок сходила. Она же, понимаешь, это страна контрастов. И это люди, которые тебя выручат всегда. Девять лет мы там прожили, и через какое-то время я поняла, что я хочу работать, и мне нужно было, видимо, куда-то отвлечься, но учитель русского языка и литературы нет. И я, мне очень хотелось сделать подарок своему мужу на день рождения, и я решила ему сделать перстень. И я обратилась к ювелиру, и она оказалась женщиной. И мы потом с ней очень дружили. И она сделала очень красивый перстень. Она так словила, она была художницей, и она сделала этот перстень, и я ей сказала, Наташ, я тоже хочу, как ты считаешь, у меня получится, я умею рисовать, конечно, получится. И я начала спрашивать, как это возможно, научиться этому ювелирному делу. И я пришла в такой салон, он был открыт еще после войны, там еще сидели те аксакалы, ювелиры, Перимзе называется, улыбка солнца, в переводе с грузинского. С грузинского. Да, сейчас его нет, этого салона уже, к сожалению. Я пришла туда и сказала, я хочу быть ученицей мастера. И мне сказали, То есть у тебя двое детей, которые требуют, ну, какого-то твоего постоянного ухода, и ты нашла время для того, чтобы пойти учиться на ювелира. Да. Круто. Так, дальше. И я пришла в мужской цех, салон он назывался, не просто так, салон ювелирный. 56 мужиков. И я одна женщина. И каждый меня принял по-разному. Взрослые дядьки, ну, такие прям аксакалы, очень интеллигентные, такие спородистые ювелиры, которые, знаешь, знавали еще настоящее ювелирное дело, могли все делать руками. Они восприняли меня как дочь. И они прям так и говорили, привет, солнышко, привет, пупсик. И я вот у них там чилила, смотрела, как они работают, задавала вопросы. Ничего нельзя было трогать руками, пальцами. То есть там были свои правила, своя иерархия такая, знаешь. Были те, которые говорили, ты что сюда пришла? Иди, бори борщ, корми там мужа, воспитывай детей. Ну, они говорили, это мужская работа. Это правда мужская работа. То есть там надо было кувалдой работать. Там нужно было лобзиком металл пилить. Там нужно было вальцы крутить. Не было электровальцов. Нет, были. Но я боялась к ним подходить, потому что там это травмоопасно было. И я вот это вот повисну на этом вальце, кричу кого-то там, помогите. Они приходят. За меня работал весь цех. В конечном итоге. Но ребята, как-то я вжилась. Они сказали, ты должна научиться пить водку, играть в карты. Пить водку, играть в карты. Это непременно для ювелира. Да, я сказала, ребята, пить водку. У меня муж офицер. О чем вы говорите? Давайте, наливайте. Ну, играть в карты я так, к сожалению, особо и не научилась, но зато я занимала им деньги. Они говорили, что у меня легкие руки, а я всегда выигрываю. И потом собирала дань. И метать ножи. Но метать ножи меня научили офицеры. Поэтому пару раз я им метнула, один раз попала и сказала, все, все, я ювелир. Но еще мне нужно было приходить раньше моего мастера и драить. Это был закон. И они сказали, если ты его не принимаешь, не приходи сюда больше. Мне нужно было драить бензином. Верстак. Я должна была выучить, как именно для моего мастера важно расставить все инструменты. Мне нужно было обязательно все отмыть. Причем меня учили, как мыть верстак. И когда мастер... И сидеть, и ждать мастера. Как только мастер приходит, он оценивал, правильно я сделала, неправильно и так далее. Дальше мне сказали, что не жди, что ты сразу начнешь что-то делать. Три месяца ты будешь просто сидеть и молчать, просто смотреть и запоминать, наблюдать, как я ставлю инструменты, в какой последовательности я что-то делаю, как я собираю пилки и так далее. Я, правда, сидела месяц. Мне сказали не задавать вопросов, пока мне не позволят. Я периодически нарушала это правило. Но в целом меня мастер очень любил. Он меня кормил. Зато еще. Да. И через месяц он посадил меня сделать обручальное кольцо. Я думала, что лучше этого изделия ничего быть не может. Когда я его сделала, это обручальное кольцо, я помню, что я ехала в маршрутке, домой, и вот я помню, что я открою сумку, достану, положу, открою, достану, положу. Когда я спустя много лет достала это кольцо, потрогала его рукой внутри. Господи, что это? Яма на яме. Ну, в общем, это не шедевр, как ты понимаешь. Еще долго был не шедевр. Но вот эта тенденция рисовать и любовь к рисованию, что-то конструировать у себя в голове, желание что-то совместить, какой-то металл, дизайн и камень, или все начиналось с камня, ты покупаешь какой-то камень, и он начинает обрастать каким-то дизайном, и ты его начинаешь воплощать. Это, конечно, очень крутая история, это творчество. Ну, и, в общем-то, после этого ко мне стали приходить клиенты, и, в общем-то, в Тбилиси знали, что есть Эльмира, ювелир, и она, ну, у нас было две женщины, Наташа и Эльмира, и ко мне иногда даже просто приходили позырить. Круто. Что я женщина-ювелир. Ну, и так я, потом я открыла скупку, у меня была скупка, мне нужен был свой металл, это было очень кстати. Это все там в Тбилиси пока было? В Тбилиси, да. И через 9 лет, конечно, я все это закрыла, я приехала в Ростов, потому что муж снял погоны, и в Ростове ему предложили бизнес. Мы купили, ну, мы получили квартиру от Министерства обороны, это громко сказано, половину мы доложили, денег. Ну, и, в общем-то, я приехала в город, в который, в который, как мне казалось, я вообще не хотела ехать. Почему Ростов? Мужу предложили, вот. Просто предложили Ростов? Да, и предложение было очень вкусное, и по его специальности, специализации, это перевозка на воздушных судах, и, ну, в общем-то, я воспитана в мусульманском таком, да, стиле, что я всегда замужем, не важно, что хочу я, он должен развиваться, и, а я уже там, если найдется для меня там возможность, я тоже разорвлюсь. Это теперь новая моя жизнь, мне опять надо начинать с нуля, ну, не совсем с нуля, у меня уже есть опыт выживания. Я поняла, что мне надо работать. Я попыталась быть наймитом, я пришла в парочку ювелирных производств, тогда это все было не так, как сейчас, это все было такое все полууправленчество, полу, ну, но тем не менее, были большие крупные производства. Я попробовала, мне не понравилось, и я поняла, что, а не сделать ли мне свое. Я заняла у мужа денег, но он занял мне только, если он станет учредителем, и, в общем-то, я начала с нуля, и, конечно же, первые мастера, которые приехали, это были люди из Тбилиси, то есть я позвонила своим ребятам и сказала, у меня нет ничего, ни инструментов, ни оборудования, ничего, но у меня есть определенные финансы, мне нужно знать, как поставить цех литейный, мы будем делать столовое серебро. И они приехали на машине, через верхний лаз, загрузив там, все эти инструменты, приехали в Ростов, и долго они у меня работали, я им очень благодарна за это. И так стало существовать ювелирное производство по изготовлению приборов, сервировки стола и столовых приборов, да, ну, то есть это были потом и вазы, это были и ведра для шампанского, это были бокалы с камнями, с инкрустацией, с чем угодно, это были именные монограммы, именные коробки, много чего было, на самом деле, мы участвовали в трех выставках, и нас прекрасно раскупали, я работала и с оптовиками, и с фирмами, с первичной обработки металла на довальческом сырье, я работала и с розницей, прекрасные отношения были, прекрасное все, но в конечном итоге я это закрыла. Почему? Вот я просто сегодня... И лучшее управление с ДОНа я получила как раз накануне закрытия. Круто. Я просто читал, когда вот про лучшее управление с ДОНа, а потом сразу образование связанное с психологией, и, честно говоря, я подумал, что, ну, как-то странно все, потому что понятно было бы, ювелирка не пошло психолог, но ювелирка и лучшее управление с ДОНа значит пошло, а потом почему? Пошло. Не просто пошло, хорошая перспектива была для развития. Почему закрыла? Несколько факторов сыграло роль. Когда я оказалась... Эффект самозванца, синдром самозванца, отчасти где-то он подогревался тем, что я понимала, что мое производство существует на моих амбициях. Нет, не было, я никак не могла достигнуть ни качества изделий, потому что, если бы я не достигла качества изделий, я не буду продаваться. Я никак не могу достигнуть совершенства, ну, даже если не совершенства, то той модели в управлении бизнесом, процессами, структурами, управлением людьми. У меня не получалось с людьми. Представляешь? Да, представляю. Они меня вымотали. Это сложнее, чем с металлом, мне кажется. Вымотали хлам. Вымотали. Боже. Я все с ними проходила. Я была жуткая матершинница. Подожди, как этот... В тот период времени, когда ты приехала в Ростов, ты научилась? Ну, навряд ли же в Грузии. Да, в тот момент, вот в Ростове, у меня вдруг я... Это же агрессия. Наверное. Это систематически подавленная агрессия. Мне хотелось вот рвать их всех на части, потому что, вот, я понимаю ситуацию каждого управленца в ветеринарных клиниках. То, что я нормально не спала. Ты просыпаешься и ждешь. Ты точно знаешь, что что-то да прилетит. Понимаешь? Господи. Ты не можешь нормально уехать в отпуск, потому что в отпуске ты все равно работаешь, ты все равно на связи. Нет кадров технологии, которые мы употребляли, использовали, литейные технологии. Мы их семь месяцев оттачивали. Мы огромную кучу денег там оставили, огромные проценты технологических потерь. Все это содержалось за свой счет. это постоянная фрустрация, что у тебя не получается. Отлил брак, отлил брак. Людей нигде этому не учили. Ко мне я просто, я не могла найти кадры. Если я брала именитые кадры, ну, то есть, он уже ювелир, то он приходил и, что за девочка мною сейчас будет управлять? Ты ему пытаешься свое видение, а он тебе говорит, так, подруга, я 30 лет, давай-ка я тебя научу. И начинает тулить, то есть, он пытается отстоять государство в государстве. Тебе это не подходит, ты вынужден с ним расстаться. Ты берешь какую-то зелень, они вообще ничего, они даже не знают, что такое проба. Просто не знают, что такое проба. Ты начинаешь их сажать на операционную работу. Это время, год уходит на то, чтобы, да, вот он, ну, конечно, полгода уходит стабильно на то, чтобы он сел на какую-то операционную работу и дальше добавлял, добавлял, добавлял. Это время, тебе приходится самой впрягаться. Если у тебя кто-то ушел, бах, у тебя верстак освободился, и там, это не верстак, это шихты серебра, которые подлежат к обработке. Это финансы, это потери, это неустойки, это простое производство. Понимаю? О, Боже. Ужас какой. Я дошла до ручки, я дошла до того, что, во-первых, я заработала гастрит. Дикий гастрит у человека, который вообще не знал, где у него желудок расположен, если бы не знал анатомии. Потеряла аппетит. Вообще, ты знаешь, вот то, что называется потеря витальности. У меня начались панические атаки. Постоянная лоббильность, ну, это я тебе уже, постоянно. Я не знаю, что это такое, но, кажется, понимаю. Постоянное вот это, да, раздражение, сменяющееся плачем, то жалость себе, то, знаешь, какая-то маниакальная у меня получится. короче, меня телепало туда-сюда, обратно. Это неприятная история. Я садилась на ковер дома, я помню, в зале, у меня был ковер на полу, и плакала крокодилами, слезами. Я даже не понимала, от чего я плачу. От усталости, от безысходности. Тебе никто не помогает. То есть, тебе некуда обратиться. Ты в этот контролирующий орган за помощью. Тебе. Ты, ну, конкурентом, да, хотя ты ему не конкурент, он тебе тоже. Но ты приходишь и говоришь, слушай, у тебя есть вот эти отчетные документы? Как ты сдаешь там 2DM, 2DM-довальческая, ну, 4DM, там, 2DM-довальческая. Ой, ты знаешь, и никто, как-то было мало людей, которые готовы были помочь. И ты как-то все на коленях, все обдирая эти колени, ты что-то изобретаешь. Потом говоришь, так? Тебе говорят, о, хорошо, ты оставляешь. Но человеческий фактор меня вымотал в хлам просто. Я в один день, у меня была истерика, это истерика. Я сказала, раздай, ну, секретарю сказала, раздай, пожалуйста, листы бумаги в двух экземплярах заявления об увольнении все. Ты перед этим из Баку мотанулась учиться, потом с мужем в Питер, потом, в послевоенной Тбилиси, где было все сложно. И меня вымотали люди. А вымотали тебя люди на производстве, которое это организовало и о котором ты мечтала. Да. Это очень круто. Так, и ты решила, что ты хочешь решить эту проблему или знать, как ее решать? То есть, как тебе после этого психологию... Нет, я закрыла. Вот я на управленце Дона, я помню, это награждение очень хорошо, это проходило в резиденции губернатора, с телевидением, со всеми делами. Я шила костюм, я помню себе. Мне так закрутили с закруткой на спине значок лучшее управление с Дона вручили, сфотографировали. И я вдруг поняла, что я как будто на чужой свадьбе. Я поняла, что я больше не хочу этим заниматься, что в этом нет творчества, что то, что я делала, это было круто, потому что это было творчество. Я почему-то думала, что всем должно быть так же интересно, как мне. Почему люди такие несознательные? Неужели они не видят этот престиж, это творчество, этот кайф? Нет, не видят, ты плохой управленец, Эльмира. Как будто судьба поиздевалась надо мной. Я была плохим управленцем. Круто. Я незаслуженно, ну, я для себя незаслуженно получила это. И я даже не стала это праздновать. Я купила с горю две бутылки шампанского по дороге. И так я отпраздновала свой крах. Я подумала, боже, худшего издевательства я еще не переносила, но это был хороший пент. Это очень символично, это очень круто. У меня началась психосоматика серьезная. Видимо, вот этот страх. А кто я вообще? Зачем я? Что мне делать вообще? Я стала, ты знаешь, у меня какие-то телепания начались вообще меня из стороны в сторону. Короче, я начала обследоваться. Почему? Это тоже, да, бегство в здоровье, знаешь? Что-то со мной не так. Везде болит, блуждающая боль, неврозы, ну, что-то, сердце, болит сердце. Это панические атаки были. Почти уверила себя в том, что я неизлечимо больна. Судя по всему, раз никто ничего не может найти. И я попала к кардиологу. Я до сих пор ей благодарна. Я не помню, как ее зовут, к сожалению, потому что это был какой-то очередной врач. И этот очередной врач, вот иногда люди играют вот такую роль в нашей жизни, важную, а ты их даже не запоминаешь. Она сказала, слушайте, все у вас нормально с сердечно-сосудистой системой, у вас панические атаки, симпато-адреналовые кризы. Я говорю, что мне теперь делать? Она говорит, вам к психотерапевту. Милочка, к психотерапевту с этим великолепно справиться. Я выбрала психиатра. Прям психиатра настоящего? Да, я выбрала психиатра, клинического психолога. Я прям позвонила ему со знанием дела, сказала, у меня панические атаки, я хочу к вам на консультацию, я готова принять любой график, как скажете. Он сказал, приходите. Это был мой первый учитель. То есть он с тобой общался, оказывал тебе помощь, и при этом ты поняла, что это тебе тоже интересно? Нет, я не поняла. Он мне сказал об этом. Что тебе нужно этим заниматься? Он сказал, да. Он справился с моими, со всеми мурмулями, вот этими, за месяц. Это, на мой взгляд, очень быстро как-то. Он мне сказал, а почему вы не думали, чтобы заниматься психологией, вы можете получить образование, у вас очень хорошо получится, у вас талант, сказала он мне. Я сказала, да ну, чтобы я сидела как вы, и вот этот бред выслушивала. Да никогда в жизни. Да вы вообще помните, с чем я к вам пришла? И у него такая приятная очень была улыбка в тот момент. Он сказал, знаете что, Эльмира, я открываю свою школу системной интегративной психотерапии. Приходите, я вас приглашаю. И даже можете не платить денег. Просто придите и посмотрите. Я сказала, слушайте, ну у вас же там психологи будут. А я вообще не пришей, да, кобыле хвост. А я вообще там что-то пойму. Он сказал, а вот вы приходите и решите там. Понимаете, хотите остаться или нет. Но мне кажется, вам будет это очень полезно. Я закончила эту школу у него, но параллельно я уже поступила, когда я училась в этой школе. Уже поступила в институт? Я ни черта не понимала первое время. Просто вот как дурак. Приходила, и мне просто там нравилось. Мне нравилось, что говорят эти люди, психологи. Мне нравится, как они со мной общаются. Мне нравится, как их драйвит. Какая экологичная атмосфера там складывается. У меня появились другие друзья, понимаешь. Я попала в какой-то другой мир. И этот мир меня наполнял, наполнял. И я поняла, что я тоже так хочу. И даже если я никогда не буду этим заниматься, я хочу это изучить. Так это все началось. То есть примерно как с ювелиркой, как хобби, которое понравилось. Да. Кто такой конфликтолог? Я еще прочитал, что это человек, который называется медиатором. Да. Страшное слово медиатор. Мне это близкое слово, потому что в нервной системе медиаторы. Конфликтолог. Все-таки неверное название. Конфликт-менеджер. Человек, управляющий конфликтами, умеющий это делать. Это специалист, который знает, как, во-первых, причины... Конфликта? Да, причины, детерминанты. Предпосылки. Детерминанты. Знает стадии развития конфликта. На какой стадии как проявляется. Извиняюсь, перебью. То есть ты хочешь сказать, что все вот это вот человеческое во мне, которое я считаю, что оно вот такое творческое и весь конфликт во мне, он если есть, то это какая-то там божья искра, не знаю, это вот что-то такое, что вспыхивает. Это все изучено и можно сказать, что а вот это, вот это стадия, это вот это... Это изучено как живой организм. Ну что ж такое-то. Нигде простора для творчества. Так. И поэтому этим можно управлять. Ага. Отчасти ты прав, и я с тобой соглашусь. Если это изучено, это не значит, что это не имеет божественного начала, как ты сказал, да? Но ведь мы же рождаемся, через конфликт. Ого! Ну, конфликт плода и материнского организма. Ага, ну да, ну да. Это вселенский конфликт, который медиируется благодаря, да, доминанте беременных, ну, то есть беременности, которые... Ну, импульсы поступают о беременности. Надо же как-то удобоварить два конфликтующих, да? Один хочет отторгнуть, потому что, извини, но ресурсы ограничены. А второй хочет остаться, закрепиться и развиться. И должна быть медиация. И беременность, это как раз медиация конфликта. Почему конфликтология? То есть я так понимаю, что изначально ты училась на... Практическая психология, да. Практическая психология это психолог, который занимается либо семьями, либо людьми, то есть занимается... Чем вообще? А практическая психология это же институтское образование, да, которое... Это классика, то есть ты учишь классические конструкты психологии, общей психологии, психологии личности и так далее. Тебе дают диплом, где написано, что ты практически психолог, но практики ноль. Ну это как с ветеринарными вручами. Для того, чтобы тебе подтвердить этот диплом, тебе надо еще кучу всего освоить. Это школы, причем это двух-трехлетние, есть пятилетние школы. Вот там тебя научат практики, но для того, чтобы туда попасть, нужно иметь... Корочку. Ну да, где написано, что ты практически психолог. Я изучала параллельно системную интегративную психотерапию, клиентоориентированную психотерапию, тоже в Киеве было. Клиентоориентированную психотерапию? Центрированную, да. Психотерапию? Угу. Это что такое? Это клиент, твой клиент или это клиент... Ну клиент, да, это твой клиент. То есть человек, который к тебе пришел? совершенно верно. И это одно из направлений, одна из мощных классических школ в практической психологии, в том числе и в психотерапии. Но я вдруг поняла, что мне интересно слово конфликт. Вот ты сейчас задал вопрос, а я даже, ты знаешь, не могу сказать, в какой момент меня торкнуло. Я проходила там мастерство тренинг. У меня с Киевом много связано. Я очень люблю этот город. Еще один город. Все жду, когда Москва появится. И я была над мастерством... Институт мастерства тренерства проходила там. Вот тренерские технологии работы. Год я проходила там. Там же параллельно я зацепилась за обучение асессмент-центра технологии отбора персонала. Я проходила асессмент с Евгением Могилевкиным. И мне на глаза попалась книга, написанная в Санкт-Петербургском автором медиация конфликта. Почему-то меня... Я начала листать и то, что там было написано... Вот я сейчас представляю, что ты меня... Помог мне вспомнить. И то, что там было написано, меня очень заинтересовало. Я прям... И я спросила у руководителя центра, где мы проходили обучение, можно ли приобрести эту книгу. Он сказал, к сожалению, нет. Ограниченный тираж. Она уже вся раскуплена. Просто надо раздать. Нет. Я думаю, да здрасте, нет. Да я просто... Сейчас, подожди секунду. Я погуглила и поняла, что этому можно научиться. Медиация конфликта, переговорам и понеслась. То есть, медиатор, медиация конфликта и переговоры, это... Поправь меня, если я не прав, но это тот же человек, который в фильмах переговорщик. Вот когда есть террорист и к нему направляют человека, который должен с ним разговаривать, чтобы он ничего не натворил и лучше сдался. Это отчасти технологии, да, переговоров, но это отдельные специалисты. Отдельные? Да. Окей. Как ты попала в ветеринарию? Каким образом ты связалась с ветеринарными врачами? То есть, то, что ты сейчас рассказываешь, это, ну, такой топ, я так понимаю, психологии. Ну, то есть, это... Ну, тебе, наверное, пророчили... Там, то, чем занимаются люди, которые так долго учатся, это крупнейшие компании, которые, там, решают друг с другом вопросы, вот для того, чтобы их вопросы решились минимально инвазивно. Ну, отчасти, да, медиаторы этим и занимаются, в том числе и... Ну, это то, что я почитал немножко в англоязычной литературе, то есть, я нашел, что медиатор – это человек, которого привлекают бизнес-стороны для того, чтобы, в принципе, изначально, то есть, еще не доходя до каких-то серьезных там конфликтов... Да, да, да. ...это европейская и западная практика. У нас сейчас медиация набирает обороты, отчасти, благодаря моим коллегам, замечательным практикам, великолепным. Да, я бы могла уйти в это, и в какой-то момент у меня было желание уйти в это, мне это очень нравится. Медиация изменила вообще меня. Изменила меня, и я считаю, что это очень важный пазл в моем образовании. Очень ключевой пазл в моей профессиональной деятельности. Я занималась... Я вообще думала, что я еще одно образование получу, дефектологию. Дефектология. Да, или коррекционную психологию. Да, как раз с особыми детками. Да, работать. Я как раз вот работала в этом направлении, как волонтер. Это не была моя профессия... Ну, это не была моя работа, где я зарабатывала деньги. Нет. Это была волонтерская деятельность, очень важная для меня, значимая. Я благодарю этих людей, я благодарю детей, потому что они меня многому научили. Ну, например, как устанавливать контакт. Это очень важная история. Вот. И я думала, что я в этом направлении пойду. Я практически была убеждена и собиралась поступать еще. Да, потому что нужно было дополнительное образование. Детская психология, это другая, в другое направление. Там надо учиться отдельно. А у меня сестра устроилась в ветеринарную клинику, понимаешь? Родная моя сестра Сабина. Она устроилась туда администратором и постепенно стала управляющей клиникой. И когда она стала управляющей, она однажды пришла ко мне и сказала, что я хочу вот плакать и убивать одновременно. Не знаю, что мне делать. Я просто я хочу взять поганую метлу, сказала она, и что-то вот кого-то смести. Так же я понимаю, что мне их всех жалко. Я говорю, да что случилось-то? Она говорит, ну, в коллективе, да, вот что-то происходит. Винегрет какой-то происходит, понимаешь? Это отражается на работе, безусловно. Все мне нравятся, но никто не собирается уступать, никто не собирается что-то менять. Я не знаю, что мне делать. Она говорит, я уже использовала все. Я ей орала и угрожала и по-хорошему говорила и просила. Я не знаю. Мне всегда хочется ей помочь. Как это? Я ей сказала, ну, хочешь, помогу? Я, слушай, сказала, потом подумала, знаешь. А она, ну, на халяву же. Она сказала, хочу. Я говорю, слушай, давай так. Она говорит, сколько это будет стоить? Я поговорю с руководителем, с собственником. Я сказала, давай так, ничего это не будет стоить, но, по крайней мере, бить будут меньше. Легче, да? Не заплатили. Я сказала, я этим никогда не занималась, давай я попробую. то есть я зашла, с каждым побеседовал, собрала анамнез системный, там все проанализировала, и дальше мы с ним поговорили, решили, что делать, тренинги разработали, индивидуальную медиацию провела, там, где с кем, да, кто там ненавидит друг друга, понимаешь, и не собирается с ним в одной смене, там, ну, бывают же такие истории. Ну, там все оказалось гораздо быстрее, слушай, через три месяца в клинике вообще устаканилось все, но благодаря главному врачу, которым была тогда небезызвестная Клава Налетова, да, она была таким, знаешь, фрилансером, да, то есть она сделала очень большую работу собственнику благодаря, потому что он подключился к этой работе, он был прям вот в процессе, понимаешь, это очень важно. Сабина, естественно, сестра моя, у нас прям штаб такой, знаешь, вот организовался, и в этом штабе каждый понимал, что мы делаем одно дело, это такая крутая работа, мне очень понравилось, и ребята откликнулись очень хорошо, помирились те, кто не ходил друг к другу на дни рождения, вообще там, да, ну, я не могу сказать, что там взрослые целования какие-то, но все, вот знаешь, на деловом уровне выстроилось, и через три месяца, если я не ошибаюсь, они мне сказали, что у нас поднялась выручка, причем серьезно поднялась, и пошел рост, пошло развитие экологичное, потому что гомеостас-то восстановлен, да, уже можно развиваться, и этот же собственник этой клиники организовал конгресс, и сказал, что я хочу, чтобы ты выступила, ты как, поддержишь? Ну, я как обычно сказал, да, потом подумала, водку купим по дороге, знаешь, мой девиз, господи, потом я трясусь, как осиновый лист, я так тряслась, что я заболела, у меня, значит, температура, сопли пузырями, но это же благовидный предлог отказаться, у меня нет голоса, у меня сел голос, ты понимаешь, но мне никто не дал слинять, у меня не было, я помню очень хорошо это выступление, первое, у меня не было презентации вообще, потому что я вообще не понимала, что нужна презентация, оказывается, я вообще не понимала, кто-то вообще придет, хоть бы никто не пришел, и я пойду спокойно домой со своим голосом, я помню, что очень долго зал был пустым, а меня вот так телепает, я стала говорить, вы видите, я не смогу говорить, я весь день не смогу говорить, а мне дали полный день, представляешь, полный день, с утра до вечера, с 10 до 6, я не знаю, я смогу говорить или нет, мне сказали, мы дадим тебе два микрофона, и все это было вот так, мы тебе сейчас сделаем чай с медом, ты никуда не уйдешь, пойдем подышим, ну вот эти вещи, да, и я помню, что зашел один мужчина, положил, и так огляделся, посмотрел на меня, понял, что это я буду читать эту странную тему, огляделся и говорит, походу я один, и я помню, что я ему сказала, ну, если вы останетесь, я буду читать для вас, и вот в этот момент что-то произошло, переключилось, да, ну, видимо, что-то отработалось, и я решила, ой, да будет, что будет, слушай, был полный зал, пришли люди, да, кто-то спал, ну, это прекрасно, не без этого, да, но, ты знаешь, мне стали вдруг подходить и говорить, очень интересная лекция, спасибо огромное, мы по этой теме что-то изучали, знаешь, и я поняла, что ветеринарные-то, врачи, очень теплые люди, оказывается, но они как-то так вот пошли, я думаю, да ладно вам, ребята, вы просто не знаете, я тут самый большой самозванец на свете, да, это просто, это просто цыганщина, кручу, мельче запутать хочу, да, и, соответственно, мы когда обедали, нас кормили лекторов, всех задним столом, я познакомилась с Сергеем Владимировичем, середой, он немножко пошутил, понял, что я не в настроении шутить, перешел на очень серьезные рельсы и сказал, а давайте-ка вы выступите на нашем конгрессе в Москве, я сказал, ну давайте, я приехала в Москву, в Москве было тяжелее гораздо, почему? аудитория другая, ну прям другая, прям, прям другая, знаешь, такая прям была, но, были те, кто выпили мне всю кровь, например, Сергей Хижняк, город Воронеж, люблю тебя, да, но потом он подошел и сказал, слушайте, вы мне нужны, мне нужна ваша помощь, мне очень нравится то, что вы говорите, я думаю, а что ж ты пил кровь, это было распробовать, но на самом деле, да, он немножко так, растряс я аудиторию, и все, первый день было тяжелее, второй день как-то было иначе, как-то легко, и пошло, 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 в общем, вот так все пошло. В ветеринарных вузах должна ли быть психология, как, ну, преподаваться? Да, 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 Мне просто кажется, что этого, ну, тоже кажется, что этого серьезно не хватает. Она должна быть непростой психологией, это не значит, что мы сейчас, вот, во всех ветеринарных вузах, да, образно, ввели предмет психология, ну, прикладная. Заняли психологов, да, и вот академическую психологию читаем. Нет, так это не сработает. Это должна быть хорошо подготовленная, практическая программа, которая включает все нужные знания и навыки, которые позволят на выходе сформировать устойчивую личность в психологическом плане, понимающую, как коммуницировать, понимающую, да, психологию поведения человека, с которым он идет работать. Понимаешь, но самое главное, уметь саморегулироваться, сохранять психологическую устойчивость. Это важный аспект, а для этого они должны себя узнать. Я так понимаю, что в том числе из-за отсутствия хоть каких-то представлений ветеринарных врачей, ладно бы о психологии, у нас даже пропедевтики нет, которые есть у гуманитарных медиков, то есть науки об общении с пациентом, ну и с владельцем в нашем случае, что профессия ветеринарного врача, и в том числе благодаря этим незнаниям, очень стрессогенная профессия, то есть очень много стрессов. На твой взгляд, от кого для, не для руководителей, я, к сожалению, про руководство мало что знаю, для обычного ветврача, для пахаря, кто является большим генератором стресса? Владелец, животное, он сам, или руководитель, или коллеги? Невозможно поставить ставку, это системный эффект. Более того, в этой системе всего того, что ты сейчас перечислил, если что-то является компенсатором, то, в общем-то, сложный контингент клиентский, как мне человек, который работает в онкологии, врач молодой сказал, я знаю, что я врач плохих новостей. Это тяжелая история, на самом деле, и ты будешь получать определенные реакции, которые, ну, ты же живой человек, хорошо, ты раз справился с этими реакциями, второй раз, но когда это перманентно идет, как ты должен там быть прокачанным, но если есть компенсаторы, например, коллеги, он работает в теплейшем коллективе, где ему все подставят плечо, вовремя нальют чай, и не будут вот это, алло, вот мы вот так не работаем уже, ты что, что ты здесь вот это вот назначил, вот если вот этого не будет, если мы стрелять в спину не будем своим, то все будет окей, компенсируется, врачи сами об этом говорят, если руководитель, да, позитивную обратную связь, критическую обратную связь, но через позитивный код, ну вот через все те HR-технологии, которые позволяют воспрять духом, самоорганизовываться, понимаешь, а если компенсаторы есть в этом плане, вот в этой системе, все окей, он стабилизируется, врачи не такие слабые люди, бесспорно, это вообще, ну то есть я считаю, что они, да, я тут с тобой абсолютно согласен, большинство врачей могут, не знаю, отпустить, как-то перестать об этом думать, то, что для них может являться на работе стрессом, и что на самом деле не так уж важно, что, ну, типа, да, забей ты, ну, для меня, как пример, для меня всегда очень странно, когда люди переживают по поводу того, что подумает о них начальство, начальство, это мой партнер, изначально, которому, ну, я стараюсь как-то вот делать хорошо, начальство старается создать мне условия, и если я накосячил, то это накосячили мы, ну, то есть понятно, что, да, так бывает, я врач, я должен, но я к этому не отношусь как-то серьезно, но я знаю, что часть моих коллег, они прям серьезно переживают по поводу того, что, что скажет начальство, что они скажут мне, как вот, очень для меня странный страх, может быть, есть еще какие-то вещи, которые, ну, типа, ребят, вот об этом не думайте, или это для каждого очень субъективно, и нельзя дать такую рекомендацию вообще. Если это самому человеку мешает, постараться от этого избавиться. От этого можно, да, это можно проработать, можно понять природу, источники этого всего, это точно есть, откуда-то ногами это произрастает, но если человеку вот так комфортно, ну, мы без запроса точно не работаем, я и мои коллеги, да, а это же признак, ну, принцип такой, да, добровольности в работе, ты можешь тысячу раз не понимать, потому что ты не такой. Да, да, это я понимаю. А там, безусловно, есть логика, неважно, она осознанная или бессознательная, но она точно есть. Алкоголь – это способ борьбы со стрессом? Ну, это компенсатор, да. Это не экологичный, но это компенсатор. Это рано или поздно приводит к зависимости? Конечно. Есть другие методы борьбы со стрессом? Ну, потому что, скажем так, много моих коллег, очень много, очень много. алкоголизация, да, да, я знаю. Что, есть какие-то рекомендации общие? Если уже алкоголизация есть, надо что-то с этим делать. То есть, надо уже идти к специалистам? Надо идти к специалистам. У нас, слава богу, сейчас есть системный подход к этому, и это очень помогает. Сохраните себе жизнь. Даже если у вас сейчас есть силы и по вам не видно, этот мешок сил когда-то прорвет, он когда-то истонщится. И когда-то станет все очень видно и заметно вам самому. Не надо, жалко эту жизнь, она же у нас, даже если верить в реинкарнацию, то как минимум помним мы всего одну жизнь, да. Ну, то есть, зачем это надо? Если еще только есть тенденция, то, конечно, есть другие способы, они экологичные. Это, во-первых. Во-вторых, здесь стресс, ты все как-то мы сейчас объединяем, а ведь стресс есть и позитивный. Бесспорно. И здесь вопрос не как бороться с, во-первых, что такое стресс. Стресс-фактор и стресс-реакция. Между ними есть еще нечто. Это оценка стресс-фактора как стрессового для себя. Понимаешь? Дальше запускается стресс-реакция. Она запускается по трем стадиям. Кстати, эти стадии ничем не отличаются от стадии синдрома эмоционального выгорания. На самом деле. напряжение, мобилизация и адаптация. Вот на стадии мобилизации человек запускает поиск. Он мобилизирует силы и пытается что-то сделать с этим. Если он находит грамотные модели переработки стресса, то все окей. Он просто приобретает полезный опыт. Это адаптация со знаком плюс. Если он не находит, еще раз не находит, а стресс-фактор дын, 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 долбит, он как-то адаптируется к дистрессу. Дальше он как-то адаптируется. Он начинает выбирать либо психологическую защиту, искажает себе реальность, либо он выбирает это называется копинг-стратегии, стратегии совладания со стрессом. Это еще один механизм переработки стресса. Он тогда выбирает что-то неэффективное для сегодняшней ситуации. Например, избегание бегства в алкоголь, бегство переедания компульсивной, бегство в адреналиновые виды спорта, бегство еще во что-то. Понимаешь, да? Вот эти вещи, то есть это же компенсаторы неверно выбранные просто, неверно выбранные стратегии совладания. Научись верным, научись мыслить, а для начала нужно на стадии напряжения не терять голову. То есть научись прислушиваться к себе, славливать на ранних стадиях, научись инструментам, которые позволят сохранить устойчивость. Понимаешь, да? Я понимаю, но мне кажется, что это чуть сложнее, чем... Учиться лечить животных? Нет, я не думаю, что это сложнее. Просто учиться лечить животных, мы понимаем, в какую сторону идти. На самом деле, я очень рад. У меня все больше и больше есть друзей, коллег, в первую очередь, которые начинают ходить к специалисту и которым... Да. А после этого становятся лучше, во всяком случае, по их мнению. И это действительно, на мой взгляд, очень нужно именно для того, чтобы, ну, как-то не биться лбом в одну и ту же стену все время. Ну, то есть, много раз. Это как минимум нужно для того, чтобы вы не уходили из профессии вынужденной, из той профессии, которую любите. Да, это тоже. Я так понимаю, что ты очень много учишься. Сколько языков ты знаешь? Нисколько. Ну, правда. Ну, нисколько. Вот в чистом виде нисколько. Хорошо, я прочитал, что ты в Австрии училась. Нет, это Киев, но австрийская версия. Все, я понял. На азербайджанский, русский, английский? Ну, английский так вот. Сейчас я его подтягиваю. Это не тот уровень, который я бы хотела. Ты много читаешь специальной литературы? Да, много. Я читаю постоянно. Читайте все и на английском, в том числе. Не важно, какой специальностью вы занимаетесь. На английском можно читать, даже если вы не знаете языка. Господи, переводчик вам в помощь. В психологии много шарлатанов? Ты такие вопросы задаешь? Ну, следующий вопрос, как найти специалиста? Ну, то есть, есть ветврач, который послушал интервью. Что такое шарлатан? Давай. Человек, который, я тебе расскажу про ветеринарию. Это человек, который не знает, не умеет, но при этом пытается что-то делать. Чаще всего это даже не человек, который хочет заработать денег, то есть, нагреться на тебе. Это человек, который хочет быть в этой профессии, ну, то есть, быть нужным здесь и сейчас, при этом он не обучается, он, ну, как-то почерпнул что-то, что-то придумал, что-то додумал. Я думаю, что, наверное, примерно то же самое есть и в... Это есть вообще во всех специалиях. Конечно, да, но просто где-то поймать чуть проще. Да, ошибка где-то меньше стоит. дешевле. Я даже не думаю, что в психологии она меньше стоит. Она в психологии вообще не меньше стоит. Она видна просто сильно дольше, то есть, если ветеринарный врач совершил ошибку, это, скорее всего, раньше вскроется. вскроется раньше, а психологическая ошибка здесь даже мериться не надо. Она дорого стоит. Дорого. Ну, во-первых, для того, чтобы психологи минимизировали число ошибок, у нас есть очень выстроенная структура супервизий, супервизорских групп, наставничества, больницовских групп и так далее. Я понятия про это не имею. То есть, как мне искать психолога, если я захочу? Мне идти в клинику? Может быть, есть клиники, которые специализируются? Есть клиники, которые подберутся. И в клиниках, например, лучше. Да, и клиники, наверняка, набирая персонал, то есть, они заботятся о том, чтобы было и число супервизий, и чтобы это были врачи с достаточно хорошим образованием практическим, в том числе. В резюме, смотрите в резюме. Кроме названия клинический психолог, практический психолог, там что-то должно в резюме быть. Это должны быть какие-то направления. Каждое направление, поверьте, чем оно серьезнее, тем дольше учишься. И тебе спуску не дадут. То есть, это и интервизии. Вы можете, имеете возможность позвонить специалисту и спросить, супервизируется ли он, когда он это последний раз делал, сколько часов у него было супервизии, допустим, работает ли он сам с психотерапевтом и так далее. Вы имеете право интересоваться, но поверьте мне, вот этот миф, что психотерапевт, психолог, должен обязательно быть вот с гулей на голове, и седовласый, умудренный опытом. то, что это миф в любой специализации. Нет, вообще великолепные специалисты. Я сама сейчас собираюсь к такому специалисту, который моложе меня намного. Это просто ровесник моей дочери, но мне нравится, как человек работает, я прям себя хочу, вот сама хочу. Это был мой следующий вопрос. Психологи ходят к психологам? Это обязательно? А как? Мы с людьми работаем. Что такое ресурсный центр содействия? Это центр помощи семьям с особыми детьми. Это детки с синдромом Дауна, это дети с детским церебральным параличом, это детки с какими-то отягощениями, ранний детский аутизм. Все то, что когда-то, когда я этим занималась, подходило под определение особое детство. И ты сейчас этим уже не занимаешься? Я не занималась, но ты не поверишь, мне вот буквально на днях позвонили из этого центра новый руководитель. И позвали. И позвали, да, сказали, что нам нужно с вами пообщаться, нам очень вы нужны, нам нужна помощь. И я прям очень откликнусь, потому что я буквально недавно думала о том, что мне бы хотелось опять вернуться. Я уже могу где-то использовать, уж простите, да, свое имя, где-то, может быть, прочитать интересную тему, собрать зал или аудиторию онлайн, и собрать какие-то, может быть, небольшие, невеликие финансы, но это очень помогает. Этот центр работает от фонда. Для семей он бесплатен. Вы себе не представляете, какие работают там специалисты. Боже мой. Я говорю, у меня прям мурашки. Я преклоняюсь перед этими людьми, перед их терпением, перед их профессионализмом. Методисты, психологи, педагоги, коррекционщики, огромная армия волонтеров, ребят, которые учатся, да, на факультете и волонтерят. Боже мой, что это за люди. Какие проекты они запускают. Это так разрослось. Когда я туда пришла, это была маленькая, небольшая такая организация, да, на таких началах вот прям, вот все работали от души. И сто семей, которые получали помощь. Сто детей, которые получали помощь. Сто, ну, то есть это были родители. Где-то мама одна, где-то мама и папа, и бабушки, дедушки приходили заниматься. Это были группы еще и для родителей, для того, чтобы, ну, да, адаптировать к ребенку, научить, получать вот эти, такие муравьиные шаги там, в этой коррекции. Столько терпения, столько любви к тому, чем они занимаются. Ты когда видишь, как ребенок расцветает, как улыбается, начинает родитель, как он хвастается, что ребенок начал устанавливать визуальный контакт. Представляешь, он стал вот мне в глаза смотреть и даже задерживать взгляд. Это, ну, другой мир. Эти специалисты уникальные, очень тяжелая работа. И очень благородная. Да, я даже с трудом себе представляю, потому что это для меня какое-то, знаешь, жуть прямо. Ну, то есть, это жуть. На первом канале был видеосюжет восьмиминутный. Это была первая наша выставка. Нам очень нужно было собрать денег, немало, для того, чтобы организовать для детей ресурсный центр, лагерь. А летний лагерь, туда выезжали детки, условно нормальные, да, и особые детки с семьями, с педагогами, по принципу подражания, они должны, интеграция, да, такая среда. Я сейчас могу очень некорректно с точки зрения коррекционной педагогики говорить, поэтому я прошу прощения. Мне пришла мысль в голову, господи, иногда приходят светлые мысли. Я сказала, слушай, тогда была руководитель, Тоня, я говорю, Тоня, скажи мне, пожалуйста, а дети у вас же, у нас же дети рисуют что-то, она говорит, ну конечно, я говорю, а есть это? Она говорит, ты знаешь, я тебе больше того скажу, у нас есть одна девочка, которая с ранним детским аутизмом, она рисует, она не просто рисует, она через рисунок, она рисует комиксы. Круто. Через комиксы она разговаривает с миром, то есть она все ситуации, которые проживает и кажется, что она не вовлекается, она отображает в комиксах и она через комиксы общается. Я сказала, слушай, у нее много этих рисунков? Она сказала, там целые коробки, мама ничего не выбрасывает, она все хранит, они с этим ходят к психологу нашему. Психолог молодая девочка, эта девочка, которая художница, начала с этим психологом, молодой девочкой, разговаривать, появилась грамотная речь, оказывается, там у ребенка, взрослая практически, она такая красивенькая. И я сказала, слушай, давай сделаем выставку работ детей. Но эти рисунки мы не продавали, и поэтому я налепила цветы, мы сделали отдельный стеллаж вот этих цветов, они тогда очень пригодились. Мы оттуда, отсюда, мамы, кто-то делал открытки, работали педагоги, работали дети, мы сделали фото, фото выставку детей, это уникальная была выставка. Все бесплатно. Мы нашли помещение, мы нашли, нам помог дом офицеров по связям стареньким. Да, и я помню, что мы очень долго просили местное телевидение обратить на нас внимание, осветить. они сами позвонили, когда нас заявил первый канал. То есть мы составили пресс-релиз, отправили его на первый канал, и вдруг мне звонят и говорят, что мы съемочная группа первого канала, у нас задача снять восьмиминутный сюжет. Это немало. К нам приехала великолепная группа, которая очень прониклась, очень просто. Они сняли замечательный сюжет и освещали эту выставку. В общем, мы собрали больше, чем надо было. И мы еще умудрились открыть творческую мастерскую, чтобы дети рисовали. И ребята, студенты, художники, приходили с ними, работали. Была такая интеграция. Я тебе скажу, эта выставка до сих пор живет, она проводится ежегодно. Круто, очень круто. Я покажу тебе свой мир, она называется. Финальный вопрос у меня звучит так. Что ты посоветуешь ветеринарному врачу, который чувствует, что занимается не своим делом? Я его когда писал, честно говоря, я всей твоей истории не знал. Потому что сейчас мне кажется, что ты чувствуешь, что занимаешься не своим делом. Ну, съезди в Тбилиси, займись ювелиркой, открой свое дело. Потом в Ростове, потом закрой его. Но, абстрагируя с этой невероятной историей, есть ли ей свет врач, который чувствует, что он занимается не своим делом? Что ты ему посоветуешь? Я не буду советовать. Я скажу, ну, поступайте, как вы считаете нужным. Но мне кажется, я глубоко убеждена, и ты перечислил, я так живу. Надо делать то, что хочешь, то, что приносит удовольствие, кайф. Только в кайфе, в удовольствии ты можешь поднимать себя за уши с постели, когда хочется спать. Только когда ты получаешь несказанное удовольствие от того, чем занимаешься, ты из камня высосешь воду, ты найдешь возможности, понимаешь, ты останешься сверхурочной, переработаешь где-то, как бы тебе не хотелось есть, спать, у тебя открывается дыхание, второе, ты падаешь, совершаешь ошибки, но ты все равно знаешь, что ты все равно встанешь, как только ранка заживет, и ты хочешь, чтобы она быстрее зажила, потому что ты, ну, любишь то, что ты делаешь. Только это может дать значимость. Я топлю за то, чтобы человек был выживаем, жизнестоек. Как можно цепляться за то, что является неинтересным, не приносит драйва, ну, у тебя любопытство не включается, у тебя мотивации, значит, нет, да? Ну, зачем это терпеть? Меня сейчас... Я общественный, как согласен, я тоже считаю, что заниматься нужно только любимым делом. И все тебя найдет. И известность, и деньги, и все тебя найдет. Абсолютно. Я думаю, что самой большой трагедией может являться, например, когда ты чем-то занимаешься, а еще такой профессии нет. То есть, вот в этом году российские ребята победили в киберспорте, а когда там... Я был маленьким, все, кто играли в компьютерные игры, это все... Ну, нет такой профессии, не было. И мне кажется, вот тем людям тогда, вот им сильно не повезло, потому что не было профессии, в которую бы они могли пойти. И это, наверное, единственная трагедия. Но если есть профессия, которую вы хотите, которой вы хотите заниматься, и если так получилось, что это не ветеринария, занимайтесь. Если ее нету, придумайте ее, потому что огромное количество еще их неосвоенных профессий. Ильмира, спасибо тебе огромное, это невероятно интересно было. Спасибо тебе, я прям очень... Получила удовольствие. И я. Спасибо.